Как подогреть зимой открытое футбольное поле и не выкинуть деньги на ветер? Это видео именно об этом. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас и смотрите другие видео, которые помогут вам быстро сделать дешевое отопление без газа. Мы компания ЛТГРУП в этом эксперты. Здравствуйте! Мы находимся с вами в центре Москвы. Это стадион Красная Пресня. Сзади меня Белый дом. Вот там московский зоопарк. А стоим мы на большом открытом футбольном поле. На улице Декабрь, вокруг нас снег, а поле зеленое, как летом. Горячая вода бежит под трубком, которые проложены по всей площади поверхности поля, и нагревают его. Но где владельцы этой площадки взяли столько тепла? Газ не дают. У маяков тепловой сети мощностей не хватает. Что же делать? Правильно, установить пилетную котельную от компании ЛТГРУП. Давайте я вам покажу эту пилетную котельную. Вот она. Суммарная мощность 500 кВт. Себестоимость вложений 2,5 млн. рублей. Ежемесячные затраты на топливо 300 тыс. рублей. Думаете, это много? Нет, вы ошибаетесь. Во-первых, мы отапливаем улицу, поэтому нам надо большое количество тепла. Во-вторых, эта сумма гораздо меньше, чем на любом другом альтернативном источнике отопления. Это дешевле, чем отопление от МАЭКа, дешевле, чем отопление от дизеля, дешевле, чем отопление от газгольдера и дешевле, чем отопление от электричества. Испытав экономичность и удобство пилетного отопления, заказчик на территории этого спортивного комплекса построил еще две закрытые футбольные площадки и купил у нас две пилетные котельные по 150 кВт мощность каждой. Для каждого футбольного поля мы установили отдельную пилетную котельную, проложили под землей теплотрассу, а внутри повесили вулканы для экономичного и правильного распределения тепла. Пилеты – это быстро подключаемое в любом удобном для вас месте, а самое главное – дешевое отопление. Вы можете прямо сейчас позвонить по этому номеру телефона или перейти по ссылке в описании к видео и получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с отоплением вашего объекта. Жмите лайк, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok